Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала! С вами Леонора, гид в Праге. Сегодня воскресенье, и я приехала на барахолку. Но эта барахолка находится не в Праге, а в местечке Ржедвожд. Это где-то 45, наверное, километров от Праги. Она небольшая по своему размеру, но очень интересная. Здесь и барахолка, и большой овощной, фруктовый, в общем, сельскохозяйственный рынок. Я приехала за продуктами, ну и заодно прогуляться по барахолке, посмотреть, может быть, найду что-то интересное. И приглашаю вас со мной прогуляться. Какой-то чайничек. Кружечка знакомая. За 50 крон. А вот это малахитовое стекло, знаменитое чешское. Кстати, 50 крон не так и дорого. Ага, вот это 50 крон стоит, потому что это, видите, есть. Ясно. Ну, говорят, что одна женщина это разбила, и теперь это надо ремонтировать. А так это старая фигурка, такая симпатичная, малышок. А вот какой хороший пёсель. Прекрасный. Роял Дукс. Это знаменитая чешская фарфоровая фабрика. Так, что тут ещё есть? Есть куколки разные. Пойдёмте посмотрим поближе куколок. Сейчас яду на перчатку, потому что как-то всё-таки в этой грязи возиться. Не очень хочется голыми руками. Ну, вот какой-то старенький котик. Прекрасный. Наверное, это может быть даже кто-то сам шил. Но я не уверена. А вот эта старая немецкая игрушка, она должна быть в одежде, конечно. Как-то они называются, вот эти вот куклы, с такими ножками в ботиночках. Забыла. Напишите в комментариях, если знаете. И у него должна быть трубка во рту. Но у него нет, и одежды нет. А вот эта знаменитая чешская игрушка, Франтишек называется. Такой пупщик симпатичный. Какой-то клон. Куколка. Вот пластиковый, но я уже не буду туда тянуться. Тоже старенькие куколки. Ну, вот. И Ильич. Наверное, висел в каком-то красном уголке. А это вот тоже фигурки. Это, скорее всего, Роял Дукс. Но вот насчет тигра не знаю. А собачки и вот эти олитники, это точно Роял Дукс. И опять какие-то железяки. Ну, кто такие ржавые железяки покупает? Я не знаю. Вы покупаете ржавые железяки? А вот какой-то симпатичный. Мишка, не Мишка. Что-то ему тут писали, наверное, или раскрашивали. А вот и Буратино. Вот я, кстати, не знаю. Это советская игрушка? Ну, скорее всего, советская. У меня есть верх от этой игрушки. Сам такой Буратино сидящий. В неплохом состоянии. Но я не помню уже, за сколько я его купила. Я все удивлялась. Думаю, почему он сидит? Должен же стоять. Оказывается, вот он на такой штуке сидит. На таком трехколесном. Чем это мотоцикл? Хорошенький. Это пилочка какая-то. Тоже старенькая. Машинка. Сколько часов разных для ремонта, наверное, да? Что тут можно найти в этих часах? Кто-то покупает, говорят, что бывают достаточно ценные экземпляры. Ну, не знаю. В этом же надо разбираться. А вот какие-то тарелочки симпатичные. Давайте посмотрим, что это. Это, наверное, Чехия. Ну, да. Эпиак. Огромное блюдо. С мессинским рисунком. На это... А это же, не знаю. Это может быть ирочная роспись. Уже слепая курица. Ничего не вижу. Надо очки надевать. Надевать. Так. Это что-то немецкое. Сейчас посмотрим. Да. Германия. Форма красивая. Мне нравится. Рисуночек уже подстертый. Он, видите, в центре розочки. Нету розочки. Вот это тоже. Чехия. Винтажная тарелочка. Да. Морец. Декавер. А вот это... А вот это супница. Какая она симпатичная. И внутри есть розочка. Это винтажная Чехословакия. Вот такой симпатичный рисунок. Ну, как мило, что внутри тоже есть рисунок. Тяжелая. Не разбить бы. А вот кружки немецкие пивные. Разные. И вот я вижу брошки. Давайте... Добрый день. Давайте посмотрим на брошечки. Вот такая брошка. Старенькая. Симпатичная. И вот, видите, какая звезда. Звезда. Это что-то позолоченное. По 100 крон. Ну, вот эта брошечка симпатичная. Такая миленькая. Вот. Можно и духи прикупить. Кому Шанель. Здесь посуда красивая. Хрусталь. Игрушки хоккейта. Наверное, Барби. Нет. Сомневаюсь, что это. Нет, это не Барби. 50 крон. Вот такие куклы. Вот. Кто. Не Барби. Тоже не Барби. Надо сказать, неплохо сделано. Ну, вот какая занятная вещь. Что-то стакан найти, что хочет выделить. Это что, перегонный куб. Еще есть бижутерия, но это что-то все современное. Ничего тут старенького нет. Человек-паук. Динозавр. Нет, это кто-то Кодила. Продаются значки. Так, что тут интересного есть? Это какой-то металл. Металл. Тут какие-то фигурки. О, какой слоненыш. Симпатичный. На стекло. Кто-то собирал. Вот эта мне штука нравится. Для коллекции. И тоже стекло. Посмотрите, какая милая вещь. Маленькая-маленькая. Так, что-то тут есть еще из посуды. Из посуды. Это Германия. Какой-то наборчик. Кружечки старенькие. Тоже Германия. Симпатичные. Это, наверное, пивные. Вообще не знаю. Тут все-ка разная. Но мало интересно. А вот какая кукла интересная. Она вырезана из дерева. Какой колоритный. Ага. Это, видите, он на веревочках. Может быть, даже когда-то он играл в каком-то кукольном театре. Симпопутный. А это, наверное, пасхальная декорация. Курочка. И с сеечками. И опять посуда. Посуды много. Интересно. А для чего это? Для варенья. Вот не знаю для чего. Первый раз такую штуку встречаю. Милая, симпатичная. Но непонятно для чего. А вот посмотрите, какие прекрасные цветочки. Это тоже Морис Декавер, карлаварская фарфоровая фабрика. Очень красивые цветочки. Нежные, нежные. Тут и молочник, но сахарница, к сожалению, без крышки. И вот такая милейшая кофейная чашечка. И кофейник тоже имеется, но тоже без крышки. И вот такая милейшая кофейная чашечка. И вот такая милейшая кофейная чашечка. Ну, в общем, 300 крон будет это стоить. Может быть, даже есть и крышечки. И есть еще чашечки и тарелочки. Но мне не надо. Это что за чашка? Не знаю. Так, это тоже кофейные чашечки. И это тоже Морис Декавер. А вот это что-то более старенькое. Не могу прочитать. И не знаю, кто это. Видите, какая сохранность. Стоял, наверное, у кого-то в шкафу. В серванте. Так, это и пиар, наверное. Тоже кофейная чашечка. А это знаменитый луковый рисунок. Это кала. В Германии. Вот что тут в ящичках. Ой, это, мне кажется, знакомая бутылка. Рижский бальзам наливали в такую бутылку. Ну, это может быть, конечно, просто похоже. Мне кажется, что вот именно так же выглядела бутылка. Для рисского бальзама. Пойдемте еще сюда посмотрим, что еще тут есть. Хрусталь с деревом. А вот мне нравится кофейная чашечка. Смотрите, какая симпатичная она, наверное. Не знаю, что за клеймо. И мне кажется, что это не современная работа. Очень красивая ручка. Посмотрите, какая красота ведь. Ножки. Может быть, на блюдце. Есть еще какие-то обозначения. В общем, я не знаю, что это за клеймо. Но она такая легкая. Наверное, все-таки старенькая. И вот есть какая роза. Прелестная. Это Чехословакия. Очень красивая. И Мишутка. Ох, какой Мишутка. Это Чеми-шутка. Мне кажется, или он... Да, он клеимый. Он хороший, но... Клеимый. Ороу. О, а это что за вещи? О, какие. Даже страшно их в руки брать, не разбить бы. Да, наверное, какие-то... А-а-а-а-а-а-а. В общем, тут такая штука страшная. Сейчас я вам покажу, почему я кричала. Опа! Ну, я думала, что он настоящий. Ну и разные металлические предметы. Так, слоник прекрасный. А это такое, да, для камина. Ну, декоративное, конечно. Это молочкофе. Так, что тут еще есть? Ой, тут есть игрушки. Посмотрите, как его зовут, я не знаю. Это шестидесятые популярные. Я помню, что о таком мечтала, но у меня такого не было. Положим его аккуратненько, кто ждет своего хозяина. Так, еще тут какие-то куколки есть. Но это уже более-менее современные. Вот есть какая-то интересная кукла с макияжем. Смотрите, какой рисунок. Грустный немножко, да, пейзаж. Это, наверное, акварель. Куколки. Пятикило. Нефункционный. Как красиво. Пеклым вставом. Взаду есть кабел. И вот это прелесть. Какая тоже, наверное, Чехословакия. Так, не вижу. Ну да, по-моему, Чехословакия. Посмотрите, какая красота. Очень красивая. Ну что тут еще продается? Продаются коляски. Когда-то в этой коляске каталась кукла, да? Даже есть тормоз. Ой, вот такая была в моем детстве. Я помню, я все думала, для чего она нужна. А это банки, да, доставать из... Или крышки доставать. Когда-то делаешь заготовки. Блюдо хорошее для пиццы. Взять, что ли? Не тяжелое? Неохота тащить. Но пиццу мы любим. Пиццу я сама готовлю. Прикольно. Взять, не взять. Сейчас узнаю, сколько стоит. Если недорого, то можно и взять, да? Почему не взять? А это что такое? А это крышка, наверное, от чего-то. Хотя нет, есть такая крышка, может быть. Ну да, тут есть какие-то выемки. Наверное, это верх от чего-то. А вот троечки немецкие. Красивые. Красивые. Ну вот этот цвет коричневый, он мне как-то не мил. Мне кажется, он выглядит каким-то унылом. Так, а это тоже сделано в ГТР. Вот эта форма чашек мне очень нравится. Мне кажется, она прям изящная. Но тоже, видите, какой коричневый цвет. Грустный. А вот тоже какие-то куклы. Резиновая мышь. Так. Ну это не знаю, Барби, не Барби. Не охота лезть. А так, тут есть какая-то этикетка. Что написано? Вы прочитайте, и мне расскажите. Ага, ТЭСК выпущена в Англии. В общем, непонятно. Ну что, давайте посмотрим. Вот, ну я уж полезла. Ну уж надо же завершить процесс. Так. Есть какой-то номер. А, мотель. Да. И вот она с другом. Ну вот тоже, видите, все подряд продается. И игрушки, и вот эта вот шестолка для окон. Я все сначала не мечтала, а теперь уже не хочу. Думаю, да ну ее заправлять, потом мыть, потом сушить. Проще взять, не пальцы, и старым способом помыть. Вот этот чайничек с чашечкой. Господи, какой же он грязный, но не битый. Хотела посмотреть, чье производство. Ну, это современный. Где-то валялся. Что-то тоже интересное. Какие-то чашечки. Это тоже Чехословакия. Посмотрите, какие красивые. Золото богато. И все целое. Ой, какая крышка. Какая замечательная. Крышка с такой штуковиной. И все целенькое. И мне кажется, вообще даже никто не пользовался. Ну, Чехословакия. И вот какой милый оп. Милый молочник. Старенький. Уже даже потрескался. Надо аккуратно поставить. Ничего бы не разбить. Так, что тут есть еще интересного? Есть разные игрушки. Техника. Картины, корзины. Ну, вот есть бижутерия. Но тут либо уже все выгребли. Либо нечего было выгребать. Все это современное. Современное. Платные, да? За те прахи. Все они прекрасные. Но я кралики не умею. А не емте. Я не емте. Важно, что вы умеете это исправить. Он тут уже никто не знает. Вот видите, мед. Чешский мед. Я, наверное, куплю. А вот тут куклы присели отдохнуть. Ой, какая хорошенькая. Это в платочке, да? Симпатичная. С косами. Ну, медик я купила. Мед этот пасечник сам продает. Ну, попробую дома. Какой вкусный или нет. Старинные фотографии. А вот и куколка. Куколка, кстати, неплохая. Даже сохранилась обувь и одежда. Добрый день. Просим, а соколик стоит, паненка? Тысячу крон. Тысячу крон. Тысячу крон вот такая стоит. Куколка. Сейчас я ее поближе посмотрю. Только мне надо поставить мой мед, дабы его не разбить. Ну, у нее, к сожалению, с глазами проблема. Хорошая фабрика. С теми очами. Очи. Ну, глазки у нее запали. Угу. Я с ней разумеем. Угу. 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 Дикой вам. Угу. 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 Ну, хорошая кукла, конечно. Но она требует внимания и ремонта. Угу. 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 И вон какой симпатичный бебезьян сидит в кепке. А вот целый набор для игрушечного домика. Ой, вот эти вот, кстати, мне очень нравятся. Я как-то купила таких деревянных кукол для игрушечного домика. Но я считаю, что мне очень повезло, потому что купила совсем не за дорого. Так, а тут вот есть брошки. Это Чехословакия. Они обычно стоят где-то 300 крон. Видите, какие красивые. Видите, какая интересная работа с бисером. Ну а тут надо рыться в коробках, искать что-нибудь себе интересное. Я так пробегусь. Особенно не буду смотреть. И тут же начинаю смотреть, да? Женщина противоречивая. Телинilla три. И они исчезли. Телин. 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 Этот. Телин. Телин. Он подполь�. Какая-то старинная картина. Сегодня как-то не очень, но и приехала я в общем-то не сильно рано. Сейчас около 10 часов и конечно уже если что-то интересное, то это все забрали наверное. А вот тоже шоколадница Леотара. Забрать ее домой наверное придется. Вот не могу пройти мимо. А это что хохлома? Покрасьте меня если я не права. Какие милые пюсели. Ведь не разбитое ничего. Вот для тех кто собирает наверное интересный вариант, да? Хорошие. Сейчас узнаем почем Леотар. Это Германия. Да, БДР. Ой какая милая. Боже мой. Мне нельзя пускать на барахолку, потому что я принесу домой кучу барахла. Там даже слон застрял. Его невозможно вытащить оттуда. Он там теперь живет. Ну а ведь со слоном то если покупать. Прямо за слоном что ли? Как его вытащить? Не вытаскивается. Не хочет. Да никак. Он же пойдет в нагрузку. Эй слон выходи. Никак. А как он сюда? Вот вытащился. Видите какой симпатичный слоник. Так что пойду узнавать сколько стоит. Я когда смотрю такие ящики все надеюсь найти чугунную сковородку. Потому что готовить в тефлоновой посуде уже совсем не хочется. А чугунные сковородки новые стоят очень дорого в магазине. Вот в Чехии чугунная сковородка стоит около 50 евро. Небольшая. Ну а если там побольше например то будет совсем дорого. Смотрите какая интересная форма у чайника. Это не вижу что это. Это Китай наверное что ли? Очень непонятно. Но дом рассмотрю. Первый раз такое встречаю. Так и еще меня заинтересовали вот эти вот чашечки стеклянные прикольные. И вот какая прелестная вазочка для варенья. Да? Так. Что тут еще есть? Вот есть тут старенькая Чехословакия. Видите опять вот один и тот же почерк. Вот так вот приклеивают эти веревки и вешают на стену. И вот тоже что я не вижу. Это от меня тень падает. Потому что солнце так светит. Видите тоже у кого-то висело. Ну это 60-е. Наверное 70. В общем тут все. Пошла узнавать сколько стоит леотар нынче для народа. В общем леотар с вазочкой стоили 80 крон. А вот посмотрите какая ванна. Интересно в таких купались. Наверное купались. И мечи. Что это? Мачете. Вот есть самовар. Самовар. У меня тоже мечта купить настоящий самовар. Но этот электрический. Но вообще настоящие самовары в Чехии продаются. Которые на углях. Ну или на чем там. На дровах. Но стоят они не дешево. Вот видите какой рынок. Большой. Много народу. Но я уже побегу за продуктами. Потому что я уже все потратила. Что хотела купить купила. Что интересного было вам показать. Показала. А теперь бегу. Пока еще все овощи не раскупили. А то здесь это быстро происходит. Раз раз придешь. А уже ничего и нету. Говорят. Что-то вы долго спите. Мадам. Надо раньше приходить. Вот такие вот шарики стеклянные. Их надевают на забор. На деревянные палки от забора. Не знаю. Такая традиция может быть. Вот не знаю почему. Они же стеклянные. Могут разбиться. Вот одежда. Тут вот есть еще немножко посуды. Но это более-менее современное. Есть вот что-то интересное. Что это такое. Непонятно. И наверное это Китай. Так. Вот какие интересные чашечки. Сахарница. А вот какая интересная чашка. Какую форму любопытной. Из Египта. А ну да и написано Египет. Сувенирная, да? Ну в общем. На этом все. Побегу. Вот так продаются разные животные. Ну курочки конечно. Цыплятки. Растения. И дальше там продукты. Разные овощи, фрукты. И хлеб. Вот тоже медок. Продается. И даже индюшки есть. Жарко вам, да? Жарко. В Чехии жарко уже месяц. Около 30 градусов каждый день. Я такого вообще не помню. Была жара, но чтобы целый месяц. И по 30 градусов. Здесь можно как раз купить свежие продукты. Капуска, морковка, помидорки. Огурочки вот такие маленькие. В общем пошла я набирать. Ну вот помидоры можно купить по 50 крон. 60 крон персики. 60 крон груши. 70 крон абрикосы. Клубничка. Еще тут есть мини зоопарк. Живет вот такой ослик. Все, я бью копытом. И вы мне тут все надоели. И барашек. Тоже не обращает внимание. Их кстати можно кормить. Можно там есть кормушка. Купить для них еды и покормить. Они совсем-совсем ручные. Ну вот что значит август месяц. Это месяц, когда у всех европейцев по традиции каникулы. Они уходят в отпуска. И обычно здесь тоже очень-очень много продавцов. А сейчас видите пусто. Потому что люди разъехались отдыхать. А я купила капусту, помидоры, перец. Что-то я еще купила. Ай, дыню Хоккайдо. Хочу ее запечь. Вот и надо ехать домой. А с вами я прощаюсь. Видите, уже тяжело тащу, еле дышу. С просмотром ютуба как-то уже не просто в России. Поэтому у меня есть свой дзен-канал. Подписывайтесь на него. Ссылка будет в описании. И смотрите тогда на дзен-канале без всяких проблем. В общем, с вами я прощаюсь. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова